Здравствуйте, дорогие зрители! Снова с вами я, Броша Безраиля. Сегодня я отвечу на вопрос одной моей зрительницы, какие права и льготы есть у матерей-одиночек в Израиле. Но появилась я перед вами только, чтобы вы не забыли, как я выгляжу. Давно не встречалась с вами лицом к лицу. А отвечать на вопрос я буду на улице, куда мы сейчас выйдем погулять. Погода отличная, жалко сидеть в комнате. Мы ещё насидимся с вами в комнате, когда на улице будет страшная жара. Давайте выйдем. Я попыталась снимать на ходу, но ветер очень мешал. И поэтому мне пришлось всё-таки присесть. Присела я в моём любимом сквере, который давным-давно вам уже показывала. И давайте поговорим о том, какие льготы у матерей-одиночек есть. Льготы сразу скажу, что есть. Их немало. Льгота одиноких родителей, не обязательно это мать-одиночка, иногда это и отец-одиночка, среди населения это около 20%. Причём, что интересно, это что уровень занятости среди матерей-одиночек выше, чем уровень занятости у замужних женщин. Но жизнь работающих матерей-одиночек в Израиле нелегка. Почему? Да потому что она сталкивается со сложностями, которые давно нам всем известны. Ну, во-первых, очень часто женщина при той же самой выполняемой работе зарабатывает меньше, чем мужчина. Они гораздо реже могут подрабатывать, потому что им, кроме них, некому забрать детей из садика, некому заниматься, кроме них, зачастую детьми. И поэтому они должны закончить свою работу вовремя. Но чаще всего они работают на неполную ставку. Чтобы дать ответ, я зашла на сайт Института национального страхования, БИТОХЛИУМИ, и почитала всю имеющуюся там информацию. И, конечно, я расспросила знакомых матерей-одиночек об их льготах. На основании этого строится мой ответ. Конечно, я не могу и учесть все случаи, поэтому ответ будет, возможно, неполный, очень общий. Но он поможет хотя бы сориентироваться и получить общее представление. Государство оказывает помощь, конечно, но система построена так, что, на мой взгляд, матерям-одиночкам все же выгоднее работать, хотя бы на неполную ставку, чем полностью не работать и получать пособия по прожиточному минимуму. И сейчас вы сами увидите, почему. В то же время женщине невыгодно получать и высокую зарплату, так как это уменьшает помощь государства. То есть, если женщина получает относительно высокую зарплату, подавляющее большинство предлагаемых государством льгот ей просто не положены, поскольку в случае приличного заработка она не получает пособия по прожиточному минимуму. Итак, какое пособие и какие льготы у матери-одиночки в Израиле? Если мать не работает, она получает пособия по обеспечению прожиточного минимума. Размер этого пособия зависит от количества детей. Вот для примера скажу, что одиночка с одним ребенком на сегодня получает 2906 шекелей, а одиночка с двумя детьми – 3383 шекеля. На сайте Битуахлиуми, кстати, он есть и на русском языке, если вы хотите его найти, просто наберите по-русски в гугле «Битуахлиуми» и выйдет этот сайт. Вот этот звук, который вы сейчас слышите – это школьный звонок. У нас обычно вместо школьного звонка звучит какая-то мелодия. У каждой школы своя. А здесь недалеко начальная школа. Значит, на сайте Битуахлиуми, который легко найти в интернете, можно перейти там на русский язык, найти пособие по прожиточному минимуму и там найти калькулятор. Калькулятор расчета именно того, что положено вам. Там вы вводите все свои данные и тогда получаете точный ответ, что именно полагается. Это зависит и от количества детей, это зависит от возраста, еще от каких-то факторов. Поэтому я очень общие только вещи могу рассказать, но тем не менее это даст вам представление, и поможет вам, как я уже сказала, сориентироваться. Итак, можно иметь и доход от работы, когда вы получаете пособие по прожиточному минимуму, но доход не должен быть больше 7 тысяч шекелей. Эта сумма, кстати, все время уточняется, она меняется. Кстати, получение алиментов тоже считается доходом и тоже учитывается. Ну, скажем, репатриантки, я сейчас говорю обо всех изарльтянках, но репатриантки, которые приезжают из бывших стран СНГ, как правило, чтобы уехать, например, с несовершеннолетним ребенком, они подписывают отказ от алиментов своему бывшему мужу, поэтому они приезжают сюда и алименты не получают. Но если получают по какой-то причине, значит, это тоже учитывается как доход. Поэтому не зря я сказала, что если вы получаете зарплату, ну вот больше 7 тысяч шекелей, если ваш доход, то вы уже пособия по прожиточному минимуму не получаете. Вы спросите, если я зарабатываю больше 7 тысяч, ну и слава богу, значит, если вы получаете больше 7 тысяч, то ваше положение не такое уж тяжелое. Конечно, вы можете сказать, ну это же не такие большие деньги. Да, но ведь пособие дается не для того, чтобы вы роскошно жили, оно дается только для того, чтобы вы могли выжить. Если женщина работает на частичную ставку и получает меньше минимума, то беток Леуми доплачивает до минимума. А минимальная зарплата на сегодня 5300 шекелей. Это на сегодня почти 1500 долларов и где-то 1200 евро. Вторая льгота, которая есть у матери-одиночки, это подоходный налог. Подоходный налог с минимальной зарплатой вообще ни у кого не берут. У женщин больше льготных единиц, чем у мужчин. Скажем, если вы женщина замужняя, вы получаете, у вас начинают высчитывать подоходный налог с более высокой суммой, чем у мужчины. Если у вас есть дети, еще с более высокой суммой. А если вы мать-одиночка, то тогда у вас еще больше льгот. То есть у вас подоходный налог меньше, чем у замужней женщины с таким же количеством детей. Третья льгота, если мать-одиночка работает пусть даже на частичную ставку, даже на самое небольшое количество часов в неделю, она имеет право на получение помощи от Министерства строительства при съеме квартиры. Вначале, когда она подает документы, она получает где-то 1500 шекелей. С годами, как мне объяснили, эта сумма уменьшается и спускается где-то до 1000 шекелей в месяц. И продолжайте получать вот эту сумму ежемесячно. Только надо единственное раз в год подавать документы, договор на съем квартиры и платежные ваши зарплатные ведомости, которые вы получаете, чтобы видели, что вы работаете. И если женщине больше 55 лет, то помощь на съем существенно больше, чуть ли не 2000 шекелей в месяц. Это, конечно, не хватает на съем, может быть, квартиры, если вы снимаете более дорогую квартиру, но, по крайней мере, частично, иногда даже покрывает большую часть вашей ежемесячной платы за квартиру. Это очень существенная помощь от Министерства строительства. Если же вы не работаете совсем, то от Министерства строительства вы деньги на съем квартиры не получаете. И, честно говоря, где тогда берут женщины-одиночки деньги на съем, я об этом ничего не знаю. Я уверена, что какая-то помощь есть, но через какие-то другие государственные, видимо, учреждения. Вот если кто-то из вас знает, подскажите. Следующая льгота, кажется, четвертая. Мать-одиночка имеет право на скидку при оплате арноны, муниципального налога на квартиру. Не меньше 20% скидка. Для этого надо обращаться в муниципалитет того города, где вы живете. Ну и следующая льгота – это помощь, скидка на школьные платежи. Образование в Израиле бесплатно, но есть плата за городской налог, агра, и есть сальто-арбуд, корзина культуры. Это плата за экскурсии, за посещение театров, это плата за централизованную закупку учебников. Эта сумма может быть где-то 2000 шекелей в год в порядке. Есть школы, где она больше. Но мать-одиночка не должна платить всю сумму. Ей обязательно дается какая-то скидка, которая оформляется прямо в школе. Записывать ребенка в школу, каждый год это делается как бы заново, то вы соответствующие скидки получите. Кстати, что касается учебников, есть возможность, особенно в начальной школе, вообще получить эти учебники бесплатно. Но это все зависит от школы. И все это нужно узнавать. Мать может быть не только частично, но иногда и полностью освобождена от этих платежей. Также мать-одиночка может стать на очередь для получения социального жилья. Она имеет право на социальное жилье. Конечно, это долгая история, но не надо от этого отказываться, от такой попытки получить социальное жилье, потому что плата за социальное жилье намного ниже, чем плата за съемную квартиру. Самое лучшее – это обратиться в муниципалитет города, где живете, в социальный отдел. Они подскажут, куда можно еще обратиться, какую еще помощь можно получить. Например, есть благотворительные фонды во многих городах, которые доставляют прямо на дом продукты нуждающимся. Это могут быть овощи, крупы, консервы. В общем, продуктовые наборы, которые очень существенно, ну, базовые обычно продукты, которые вы так и так покупаете, а тут есть возможность получить бесплатно. И вы будете получать это прямо домой. Но главное, все, что я рассказала, это для обычных израильтян. Если вы новая репатрианка, то льгот больше. Ну, первые полгода вы вообще получаете корзину абсорбции, а репатриант первый год не платит вообще подоходный налог, если работает. Не важно, какая зарплата, потом он постепенно уже появляется. Также практически не платит орно, ну, то есть муниципальный налог, первый год репатриант, ну, и, конечно, и мать-одиночка, если она новая репатриантка, то освобождена на 90%, а не на 20%. Конечно, я могла упустить какие-то мелочи. Думаю, среди моих зрителей найдутся те, кто знает больше меня. В данном случае напишите тут в комментариях. И не только... Только не пишите о том, что я уже сказала, а только то, что я не озвучила. А то читатель утонет в море фактов. Ну, я надеюсь, что эта информация моя окажется кому-то полезной. Ну, и это всё. С вами была Броша Безраиль. Спасибо за просмотр. До свидания. И до новых встреч. А я продолжу свою прогулку. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok